Кремлёвская пропаганда Сегодня в день российские оккупанты атаковали Одессу баллистичной ракетой. Одна людина загинула. Восемь поранены. На протяжении всех последних недель российская армия бомбила ракетами Одессу. Десятки прилетов, в том числе и с кассетными боеприпасами, от которых пострадала как гражданская, так и портовая инфраструктура. Среди погибших снова были дети. В результате ночной ракетной атаки на Одессу погибли 4 человека, в их числе и 16-летняя девушка. Удар пришёлся по двухэтажному зданию, где жили и работали гражданские. Было бы, наверное, честно, если бы путинские людоеды в подобной ситуации честно признались, как сильно ненавидят Одессу и одесситов. Тем более подобные прецеденты уже были раньше. Сразу вспоминается отборный антифашизм от пропагандистки Витязевой. Юляха, кто забыл, собиралась истребить всех жителей Южной Пальмиры и прогуляться по пустой Одессе. Вот если бы мне сейчас сказали, поехать хочешь в Одессу, я бы сказала да. При одном условии, что Одесса будет пуста. Потому что я очень многие вещи Одессе, Одессе человеческой, не прощу никогда. Кто-то скажет, да это же просто ужасно и очевидно будет прав. Вот только на наш скромный вкус даже подобное людоедство выглядит лучше и честнее вот таких шедевров. Просто отметим, что этот эфир крутили на одном из российских каналов прямо во время кровавого месива в Одессе. Если вы посмотрите население Одессы, еще на момент конца 19 века, подавляющее большинство русские, дальше где-то больше третье население, евреи, очень много греков. И знаете, кого там нет? Украины. Вообще рядом не валялась никакая Украина с этой Одессой. Так если никакой Украины в Одессе нет, то это вы русских, получается, каждый день с таким азартом убиваете? То есть понимаете, да, уровень дна? Чувачки пачками убивают одесситов и буквально тут же в белом кокошнике кукарекают, как они сильно любят Южную Пальмиру. Не Киев никакой, а Одесса с точки зрения населения, экономической мощи и значимости. После Москвы и Питера это была Одесса. И все, что там есть, там сделали мы. Там была первая канализация в Российской империи. Туда приезжал Марк Твен и писал, что он ходит, бродит и не видит никакой разницы с Америкой. Да и вообще, если вы забыли, то Одесса это якобы русский город. Я вот никогда не была на деревне Пасовской вообще в Одессе, а очень хочется. Очень хочется. И надеюсь, все-таки еще приедем и посмотрим. Потому что Одесса наш город. И ты смотришь и думаешь, вот поворачивается же язык. Расскажите лучше, как вы эту жемчужину империи кассетными искандерами поливаете. Но нет, Соловьев обвиняет кого угодно, только не Россию в запрещенных методах войны. Мы не нарушили ни одного пункта, потому что напомню, что нерушимость границ по отношению только к тем странам, которые признают право нации на самоопределение, вплоть до отделения. В отличие, скажем, по мнению многих западных политиков от Израиля, которые не выполняют ни резолюции Совбезу ООНа, существования двух государств, ни правила войны. А Хабалка из Адлера даже вспомнила 14-й год и якобы обстрелы фашистских самолетов. Ну, пока они не начали мучить Елен Чисакова, Горловских Мадон, из самолета долбить те наши города, которые они цинично и хамски называют своими. Наши города, которые они цинично и хамски называют своими. Ну да, очень верим. Ужасные просто были обстрелы. Настолько кошмарные, что все 10 лет войны в прифронтовых районах Донецка кафе, рестораны и гипермаркеты работают. А вот так выглядит типа освобожденный угледар, где кроме стаж дунов все жители сбежали от России. А город буквально стерт с лица земли. Это, что вы разумели угледар. То, что от него лишилось. И надо быть совершенно конченными и отбитыми, чтобы с такими реалиями набираться смелости и обвинять кого-то. Но у российских пропагандистов, очевидно, дна нет. И станцевав на костях одесситов, эти черти у микрофонов принялись разыгрывать не менее циничный спектакль, а, внимание, борьбе за права украинцев. Потому что когда на полном серьезе заявляются фразы у Русулы, или там Анны Елены Бербок, о справедливом мире, а справедливый мир для кого? Для Украины? Или для народа Украины? Мол, только Россиюшка граждан Украины от мифического концлагеря освободит и принесет всем справедливый мир. Справедливый – это когда всю страну Украину превратили в концлагерь? Это справедливый. Справедливый – это когда бешеный уровень коррупции, когда запрещена коммунистическая партия? Вот это справедливый. Какова категория справедливости? То есть, если ты смотришь подобный контент впервые, может сложиться впечатление, что перед нами чуть ли не святые люди. Вот только ой, а не эти ли борцуны за права украинцев буквально только вот собирались смыть весь Киев, подорвав дамбу? Погибнет большое количество людей. Сотни тысяч киевлян, особенно тех, кто проживает на низком левом берегу, скорее всего, моментально погибнут. В таком случае, если что, и российские ждуны, если подобные останутся. Тоже погибнут. Но и Соловьёву и Симоньян в реальности на них тупо пофигу. О пророссийских украинцах на федеральных каналах вспоминают только, когда пропагандистам это выгодно. А для какого народа Украина? Где они считают Украину? Для русских, проживающих в Крыму, Донбассе? Для украинцев, для которых родина – это СССР, и традиция великой русской культуры является основной частью их? Или для националистов, которые захватили власть? Справедливый – это для кого и в чём? А в остальное время ровно эти же ничтожества открыто призывают стирать всё живое. Ракеты, если что, не разбирают каких-то политических убеждений. Да я мочил бы их с влачей всех. Просто мочил бы. Харьков с лица земли стереть надо. Но начать надо с Киева. Просто уничтожить надо. Вот всё, стереть с лица земли. При этом всём важно отметить вот какой момент. Несмотря на все сотрясания кулачком и угрозы, останкинские чмони уже сами не верят в захват всей Украины. То есть, если раньше они грозились устроить русско-венгерскую границу… Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции. И насиловали мозги друг другу обещаниями не оставлять бандеровцам ни метра земли. Если вы оставите бандерию, рагулью, вот этой всей… Хоть, 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 вот, вот столько. Хоть два квадратных метра. Всё. Оттуда вылезет тварь и начнёт гадить. То теперь кремлёвские хотелки принялись сдуваться прямо на глазах. Куда ни включи, везде вещают, что задачей СВО является выход армии на административные границы Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Город Запорожье, областной центр российской Запорожской области, находится под врагом. Соответственно, вот эта вот задача-минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, конституционной российской территории, это то, что вот, это то, от чего некуда деться, в любом случае, кто бы что не думал. Программу-минимум, которую мы должны добиться, это освобождение наших конституционных земель, нейтральный статус Украины, никакого НАТО, демилитаризация, денацификация. Всё чётко и ясно сказано. И очень хочется уточнить, а как же Одесса? А типа русский город Киев? Там уже квартиры на Дерибасовской и Печерских холмах оккупантам приготовили. Всё, как вы в рекламе и говорили. А я после войны здесь останусь. В Одессе. Родня моя из этих земель. Вернусь домой, мы и скажем. Где в Республике? Да нет. Дадут. Когда не восточный гектар, а участникам СВО в первую очередь. Но обещать, как известно, не значит жениться. Вот и кремлёвские фраера постепенно сдают назад. Они, кажется, стали понимать, что излишняя бравада пропагандистов может сыграть конкретно с Путиным злую шутку. То есть, когда по телеку обещают территории аж до Приднестровья... Украину нужно категорически отрезать от Румынии, от Черноморского бассейна, от поставок вот этих массированных, которые там ведутся. Если с юга это будет закрытая проблема, то есть не я имею в виду Одесса, Николаев, а заодно и Приднестровья, то тогда совсем плохо будет для этого режима. Он останется, по сути дела, в изоляции. Глубинный народ, соответственно, нечто подобного ждёт. Вот только на реализацию обещанного силу российской армии, очевидно, нет. Если кто забыл, Россиюшка устами элитного кадыровца этой осенью собиралась победу в СВО праздновать. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью всё завершится, и причём завершится не только на Курском направлении, а полностью всё СВО. А теперь зэдпатриотам втирают, что предел мечтаний даже не осенью, а до конца этого года, цитата, Западный Донбасс. То есть даже не вся Донецкая область. В этом текущем году мы закончим, дай бог, Курскую и Западный Донбасс. Это в оптимальном варианте. Вот тогда. Неужели Аптияронович снова балаболом оказался? Вот только здесь нужно понимать, что поверить в какие-то глобальные победы россиян могли разве что напрочь оторванные от реальности люди. И аргументы здесь достаточно простые. Чтобы побеждать, нужно брать крупные города, а типа Вторая армия мира за три года спецоперации сумела взять лишь один областной центр. Да и то убежала оттуда, роняя фекалии прямо с Антоновского моста. Шойгу приказал генералу армию Суровикину приступить к отводу войск из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу. Мы оставляем, судя по всему, Херсон. Наша оборона будет строиться на левом берегу. Соответственно, все величайшие победы оккупантов – это относительно небольшие города Донецкой области. Но пафоса сейчас только будто бы Берлин взяли. Это героический подвиг, потому что Глигар два года кровь пил страшно. Страшно пил кровь. И то, что удалось сделать доблестным бойцам 29-й и 36-й, это, конечно, они обессмертили своими. Я видел этих ребят, эти штурмы, ну, это герои. Если бы тому же Соловьёву в феврале 22-го сообщили, что через три года он будет радоваться Углидару, Рудольфович бы не поверил. Додик, кто забыл Украину, собирался победить, лишь подняв бровь. Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймёт всё. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшное морто. А армии давал на выполнение задач максимум полтора месяца. С ожидания людей, сколько может продлиться война, ну, ощущение, что там полтора-два месяца, то есть люди как бы такой кредит доверия дают. Теперь же подобные записи останкинские пропагандисты очень не любят вспоминать. Ведь именно такой контент чётко даёт понять, насколько сильно кремлёвские ожидания отличаются от не самой сладкой реальности. Реальности, которую никакими показушными победами не перебьёшь. Такс, где там уже Соловьёв? Давай уже хвали с трофеями. Раньше, когда мы трофеяли технику, то, как правило, она доставалась после того, как украинцы пытались уничтожить мозги, вытащить хард-драйв, сделать всё возможное, чтобы как можно меньше было информации. Мы, когда увидели эти переполненные гордости щи, то, честно, не знали, смеяться или плакать. А Шептун продолжал упорно делать вид, будто он не на древнем броневичке, а, как минимум, на некой вундервафле прокатился. В этот раз удалось затрофеить, боюсь, скажем, центрального округа не просто Брэдли, а в идеальном состоянии. То есть с хард-драйвом, со всеми описаниями, со всей информацией. Так что я провёл тест-драйв, то есть покатался, пострелял. Ну всё, спасайся, кто может. Сейчас учёные в Сколково разберут Брэдли, и все военные тайны Америки раскроют. А для наших специалистов это очень полезная находка, так скажем, потому что даёт возможность, ну, просто во всех нюансах изучить. В том числе и софт, и всё прочее. Ну а если серьёзно, то именно так, друзья, и выглядит убогость. Сверхдержава спустя три года большой войны хвалится за трофейным БМП. Это какой-то позор. То есть даже в Украине, не претендующей на статус сверхдержавы, уже мало кто обращает внимание на трофейную российскую технику. Хотя там только целеньких Т-90 было брошено десятки. Вот это, например, Т-90, который перешёл на сторону добра в Курской области. Назвало мы его «Пирожок». Поскольку он такой сладенький пирожок попался нам. Но что-то Соловьёв о подобном молчит. Ну да, куда там какому-то Т-90 до Брэдли? Да и тогда ж придётся рассказать, что русские частенько бегают, бросая свою элитную технику. А этого делать никак нельзя. А то ж холопы на диванах грустить начнут. Впрочем, лично мы не против, чтобы Соловьёв ему подобные и дальше окучивали стадо победной чепухой. Пусть сидят в розовых очках и думкой богатеют. Ведь, как известно, чем выше задирается нос, тем обиднее будет по нему получать. А неоправданные надежды миллионов поистине горючая смесь. И лично мы не сомневаемся, что с такой информационной политикой рано или поздно в Кремле доиграются и изменить что-то уже будут не в силах. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чём вообще с вами говорить? Разнесём Киев ядерными ракетами. Делали всё, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Всё будет Украина! Субтитры создавал DimaTorzok